Проблема безнадзорных собак в Полевском уже давно носит катастрофический масштаб, говорят не только специалисты, но и жители города. Своры голодных и одичавших животных бегают по дворам и улицам, пугая и взрослых, и детей. По словам представителя администрации Дмитрия Коробейникова, приглашенного на Комитет Думы по городскому хозяйству, в этом году ситуация должна кардинально измениться. Для решения вопроса с отловом и содержанием безнадзорных собак на нашу территорию выделены субвенции в размере 1 млн 655 тыс. рублей. В настоящее время администрации Полевского городского округа заключены муниципальные контракты с общественным фондом помощи бездомным животным «Добрые руки» на оказание услуг по отлову, содержанию, эвтаназии, утилизации безнадзорных собак на общую сумму 540 тыс. рублей. Из них 65 тыс. рублей на отлов 32 собак, эвтаназию и утилизацию 9 собак, 475 тыс. на содержание 32 собак в течение 180 суток. На сегодняшний день отлов всех собак уже произведен, оказываются услуги по их содержанию. Львиная доля средств, запланированных на отлов и дальнейшую эвтаназию и утилизацию биологических отходов безнадзорных собак, уйдет на их содержание в передержке, продолжает Дмитрий Коробейников. Мы в соответствии с законом должны содержать этих животных 180 дней, что, собственно говоря, полгода. В течение полгода мы должны содержать. В этот промежуток времени, когда мы их содержим, мы разыскиваем собственника этой собаки. В случае, если мы собственника нашли, то мы передаем собаку. Но, как правило, собственник не находится. Поэтому 180 дней мы их содержим. И основная сумма средств идет именно на содержание. Сам по себе отлов 32 собак, он не так затратен, как я уже сказал, сумма на отлов 65 тысяч рублей. А 475 тысяч – это на содержание. И тут возникают вопросы. Во-первых, почему только 9? А если хозяева не найдутся и у остальных 23? Что делать с ними? А во-вторых, куда и как будут утилизированы биологические отходы тех животных, которые будут усыплены? Из доклада заведующей отдела охраны окружающей среды администрации Плесково-городского округа следует. На сегодня в Полевском нет ни установки для кремации животных, ни биотермической ямы. Биотермическая яма, которая на полигоне у нас возрождение, она закрыта с 2011 года, ввиду переполнения, и дальнейшее ее открытие эксплуатации не предусматривается. По словам Юлии Птухиной, все владельцы домашних животных должны самостоятельно, в индивидуальном порядке, решать возникшую перед ними проблему захоронения или утилизации биологических отходов домашних животных. Это не вопрос местного значения, подчеркивает специалист администрации, а личное дело каждого. Владельцы домашних животных должны решать это своим способом. По сельскохозяйственным животным, если это не хозяйство какое-то юридическое, а частное, то биологические отходы утилизируются путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах. Мы сделали запрос в Министерство сельского хозяйства, где это можно сделать нам. Дали ответ, что утилизация биологических отходов на территории сельской области занимается ООО «Интер» по адресу Сыровской области, городской округ Верхневенск. Смеем предположить, что не все владельцы домашних животных после их смерти везут тела своих любимцев в Верхневенск, расстояние до которого от Полевского – 133 километра. Чаще всего животину хоронят здесь. Это у полевчан зовется собачьим кладбищем. С юридической точки зрения это самозахват земельного участка. А во-вторых, путь к экологической катастрофе. Люди что делают? В лучшем случае проводят захоронение в землю, где-то у себя во дворе, а у соседа скважина. Либо в худшем случае выбрасывают это все в лес, в яму, в канал. То есть моя позиция такова, что это бомба замедленного действия. Отсутствие объекта, утилизация биологических отходов. О том, что дело близится к печальному финалу, говорят и другие специалисты. Заключение орнитолога цитирует сегодня председатель Думы Полевского Олег Егоров. Куда исчезли воробьи? Два специалиста отвечают варианта. Первый, две причины. Первая – бескормиться. Вторая, вероятная причина – инфекционная составляющая. Воробьи не могут жить там, где есть хоть какая-то инфекционная зараженность. Трупы бездомных собак, других животных, зарытые в землю, могут отпугнуть этих птиц. Стоит отметить, что вопрос утилизации биологических отходов животных – вопрос для депутатского корпуса не новый. Народные избранники регулярно не просто обсуждают его, но и предлагают пути решения. Ну, не хочет администрация покупать. Вот крематор там, биологическую, я вам может быть сложнее. Мы даже писали главе письмо, и депутаты, вот это письмо есть, кстати, она давала мне, письмо 2 декабря 2015 года. Депутаты, вот пять депутатов, предлагали свои деньги, 250 тысяч рублей, направить на приобретение крематора. На это письмо глава нам даже не ответил. Мы написали повторное обращение к нему. Вот деньги, купите. На повторное обращение тоже нет никакого ответа. В рамках подготовки к комитету народные избранники узнали цену крематора. Она колеблется от 250 до 400 тысяч рублей. Кроме того, по словам директора МУПЖКХ Полевского Венера Бекбулатова, у него на сегодня есть предварительная договоренность с руководством Северского трубного завода, который готов также оказать финансовую поддержку при покупке крематора для животных. А это значит, путь решения проблемы есть. Нужно только начать действовать, работать. Именно это и предлагают сегодня сделать администрации города депутаты. Обратиться на думу с выделением 250 тысяч рублей на ближайший комитет по экономике, и на думе пробоваться, не вопрос на какие спрочатые, ни о чем разговаривать. Тут депутаты, не депутаты, 250 тысяч, не можно. Следующий контракт на отлов и задержание безнадзорных собак будет заключен администрацией города уже в апреле. Компания, выигравшая его, продолжит начатую работу фондом «Добрые руки» по отлову бродячих собак. А возможно, и приступит к такому разделу, как утилизация биологических отходов животных. Ксения Обладенкова, Константин Миронов. Новости. Твой день.